Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин ... Загоны pancerные 2-го и 3-го фронта бiałorusкого очень быстро разделили немецкую оборону на три пункта опоры. Первый улег был Элблонг, остаточный из-за 2-го фронта бiałorusкого 10-го лютого 1945 года. Кролевец и Бранево вciąż ставили опор. Задание zdobycia Branева i Królewca przypadło w udziale siłom 3-го фронта бiałoruskiego. В дниах 13-го до 29-го марта została przeprowadzona operacja Braniewska. Взяли в ней удział 2-го, 3-го, 5-го, 28-го, 31-го и 48-го армии, которых заданием stało się złamanie опору згромадзоных в котле Браневским сил 6-го и 55-го корпуса 4-го армии Вермахту. В поће марта 1945 р. ове немецкие корпусы были уже только ценем своей давней хваы. Здесятковани, премарзненци и позбавлени заопатрения жоўниерзе валцили за świadomoстью неухронности клэнски, которая надходила велкими кроками. 18 марта досшло до przeламания немецких линий на высокости Lasу Домброва. Оброна пэкла, niczym бањка мыдлана. Бронјоце пауноцно-всходний рубежи Бранева сметне ресцки 24 Дијзи Панцерной Вермахту зостајы одцијте от знајдујцыхся ближеј выбрежжи залеву вићланего рјвне здесяткованих оддзялу 6 Дијзи Пећоты. В вылом ten влевали се колејне радзецке пућки. Же Немц их в пауноц חdlesали своеっちゃе позијтие Немцы могли выдostać się już tylko przez Cieślinę Piławską i Mierzeję Wiślaną. Упадок плюс-вschодних został tym samym przypieczętowany. Как вы увидите кого-то в червоне цапки с термом из Икеи, то на певно есть нурка. Как вы думаете, что нурка – это такая простая справа, входит в воду и нуркает, так? Нет, это не так просто. Не так просто, нужно в это все убрать. Здесь я только часть спрятки, потому что бутла, джакет и автомат лежит уже на счастье при брегу и не нужно этого носить. Здесь Андрей заопековался этим спрятом для меня. И сейчас дожил до воды, чтобы зануркать, оочистить немного эту пасуенку, а при оказе можно найти немного истории. До свидания уже над водой. Ух, тяжкие это немного. Запишся до армии – говорили. Забачишь, świat – говорили. Аааааааа... кохани... сейчас еще не я не могу проверить. И сейчас я ходила под воду. Жыщи мишенствия, я дживный голос, знаю, что маска мне нажимает на барги. И это хребетная каптур. Вода – это может выжить. До свидания под водой. Продолжение следует... 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 Ну и это немного вспоминает пород слоня, а уже пальцем вымачали, что тут есть, что эти комары грызут как дики. Давайте посмотрим, что тут есть. Смотрите, тут есть выкопана джиура и тут уже есть объект. О, тут, нужно вытянуть это с подкорени. О, есть. Видите, тут стреляла ручница противопанцерна ПТРД, или ПТРС. Вот эта самая муниция, 14,5 мм, калибр, ну такая ручница, которая на начале Второй войны святой надавалася на корабль, а уже под конец, скажем так, что такого пантера или пантера не было в состоянии погибать, даже панцер 4 не было в состоянии погибать. Ну и тут рослине с такой вот ручницы. Стреляем с ручницы ПТРС и как хотите, то могу вам показать, как есть выражение стрелы с чего-то такого, ну, не повторно, я так скажу. Стреляем с ручницей. Стреляем с пистолем. Стреляем с ручницы. Ручная с ручницей. Стреляем с ручницей. В заход вариинке этот гибель. И следующий день, слушайте, приз выкрывачи, все остальные, я из-под Браньевы поехал в Боры. Под Браньевом, как видите, понесли я стромотную клэску, поэтому сейчас я рушу, здесь есть Дарьк, Лешек, Томик, все вместе с нами, спробую как-то поцелить здесь в Борах, может что-то найдем, потому что чувствую себя как-то недоруханным, особенно по Браньеве, которое родило большие надежи, но как с великими надежами есть, то обычно человек себя заводит, поэтому сейчас рушусь в лес, здесь в Борах Тухольских, посмотрим, может если счастье не смешно мне под Браньевом, то может Боры Тухольские что-то дадут, лечим. И то, что я поехал из-под этого Браньева и шукам здесь, то не означает, что Браньевский для меня замкнутый, это только такая заявка, как бы, поцелить под Браньевом, я просто по-просто хвиле отдохнусь по тамной клэске и з повротом там вернусь, и сделаю уже такой, с правдивого здарения, программ о Браньеве, обецую, обецую, обецую. А сейчас то, что? Попробуем посмотреть моей любимой околицы. Вот, могу показать тебе, что у нас. Вику ПРЛ. О, так. Придрожный скарб. Придрожный скарб. А тут в нем잖아? Мои друзья, это резьба от немецкой выржетной «Панцершрек». Ну, это обязательно нужно для запа, видите? Она только утронтанная лодка, под древом лежит, а не, она имеет лодки, видите, есть вот такие лодки, так что здесь есть кабель от отопления электрического, ну ничего, справа для саперов. Ледве вошел до леса, не? Что будет дальше? Среберка? Малый среберка, еще не знаю, что это будет, но будет красиво. Смотрите, видно, красиво. Теперь держи, держи, так? Ладно, лежало несколько лет. Ладно было стоять? Ладно было стоять, точно, всегда стоит стоять. Для среберка? Для среберка? Для выхода? 18 век прусский, правда? Так мне кажется. Мне кажется, что я вижу Боруссиорум. О, идёт Даррк. Даррк кушает. Услышал монета и идёт. Посмотрите, господи, нужный фаховец. Лесч на среберку. О. Боруссиорум видишь, не? Так, это Даррк Вильхем. Какой-то 1770, который будет. И бах. Замкнем и до кишеньки. Да, хорошо. Я у меня среберка. Я бы хотел. Это потенциалное среберка, так? Да, сигнал есть такой. Как на среберку. Счастье Томас вычерпал. Продолжение следует. Это не последний слой. Не есть последний? Мам. Продолжение следует. Так, так. Толар. Так, это есть толар. Как это? О, да, хорошо, увидел. Ходьте, увидите. И смотрите, мы следы отстрела артиллерийского. Есть лотка от мостяковки, бита так глубоко. Обсыпающе. Сейчас ее подважем. Это самая лотка. Так что на певно тут были токены войны. И смотрим по этой ласке и по околике. Это на начале этих посетей в Борах Тухольских, по пренесению из Бранива. Края образа как бы подобный, потому что там таких лоток вала всегда много. Но от чего-то нужно начать, от чего-то отбить. На pewno здесь кто-то стрелял в это место из мостяков. И, наверное, была какая-то причина этого. То есть было тут много Немцев. Смотрите, здесь есть трон замковый от МГ-42. Но здесь есть Томик. Но здесь еще есть. Видите? Видите? Видите, что там еще есть. Это было глубоко. Он был ниже этой орки. Это такой заоранный ласк с кеобасой. И пониже орки. Видите? Набой до Манлихера, слушайте. И это каркано, если бы он согласен с этим тролем замковым, от МГ, видите? Потому что это конец войны, просто фольксторм. Мели МГ-42 и Манлихеры. Но в одной джиурке. В одной джиурке. Так это выглядит в Борах. В следующем джиурке. Подайник обмуницией до струнгавера. От магазина до струнгавера, видите? О! О! Видите? Это еще один. Но они у них были струны. Нормально. Сон замковый от МГ-42 и подайник от струнгавера. О! 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 Ага, так я думаю.. В целом, Husch' Prayerок. Рассчур заготовoutez. В моем типе заготова, в Therapном этапе делаю. Я в ближай вполне неhumі не создавал. Б maps, а вы увидите, я в немотesi Гу За estão ученой. Рассчур не hele праздничеют. Ахахахахахњаха. Ладный. Очень красивый. Посмотрим. Очень красивый. Очень красивый. И смотрим. Пинпоинтера не забрали. О! Курде. Патрите. Вище, что это есть? Я уже знаю. Видите? Струм пехоты немецкий. Маш пиле? Маш пиле. Курде. Привалием ее. Видите? Привалием шпиле. Очень красивая шпиле. Маш пиле. Привалием шпиле. Привалием шпиле. Смотрите, всё. Я пока добрый в кровати, Стоит пехота. Немецкая шпенка, место представленной юридической пехоты. Красота. Суфина, но всегда коже вам что-то. Безглощный смех Побкевича. но, нисты, немного его сфатегом, что так скажем так, все это случится аааа мусилем тебя наездить, слушайте мусилем поехать до Браньева мусилем вернуть из Браньева, приехать в Боры чтобы свое знали в Браньеве счастья не имел это не о том, что там есть плохие терены там очень хорошие терены но, кукурузка Показать счастье, просто. Треба иметь больше счастья, чем разума. Я обычно иметь больше счастья, чем разума, только не там, но здесь, в Борах Тухольских. Пятьная. Пятьная, но ускордано из моей вины. Эвидентно из моей вины я вгинул. Но не сделает омлет без разбивания яй, как говорят. Ознака штурмовой пехоты. Зараз, курче, то очистцем и увидим, как это выглядит, как будет вычисленным пензелем. Пятьная. Добро, шукам наоколе. Такий сам. Такий сам, ладный. Чисто. Жур ее. Чижа. Жуガи це. За segащим разъм. Жесте. Камра! У 수овного. Пiękna. Зад weaving Уууууууууууууууууауууууууууууууууууууууу.. Palaceough? С Southeast Turtlela Две габки, одна на одзнце, другая на кламбре. Есть мощь! Доброе утро, слушайте, начало себя не сбыть, но пробовал что-то найти, при оказывии оцешиваю речку, корзистаясь из гостинности стоварисения Баторы, под Браневым, потом я выбираю себя до леса. Доброе утро, ну и, курсе, понесłem сроботную клэску, но не поддаваłem себя и на другой день контурулаем walkу, но в zupełnie другой околи, в моей улубионе. И снова доходzę до внески, что не ма, что ездить здесь далеко, варто поехать в мой Бори и там что-то найдем, на pewno. До новых встреч, КОНЕЦ! Co się okazało? Awers powiedzmy, że 4 z 2, ale tył. Tył tej oznaki jest bardzo ciekawy, zobaczcie, tutaj został wypisany numer poczty polowej żołnierza, a co ciekawe jego stopień, inicjał imienia i nazwisko. Widzimy tutaj wyraźnie stopień. Obergefreiter, inicjał imienia G, czyli nie wiem, Gustaw, Gerd, może Gerard, tego się chyba nie dowiemy, Tjart, dosyć popularne nazwisko w Niemczech oraz numer poczty polowej. Ten numer poczty polowej zdradza przynależność do jednostki. To jest 08099E, czyli możemy przypisać tutaj do jednostki, prawdopodobnie chodzi o Grenadier Regiment 547, czyli Regiment Grenadierów 547. I ten regiment został tak naprawdę podczas walk pod Newelem całkowicie zniszczony w roku 1944 i 9 maja 1944 roku odtworzony. Czyli myślę, że być może właśnie chodzi o żołnierza z tego 547 Regimentu, który jednak przenosił swoich żołnierzy na przykład do 251 Regimentu Grenadierów. Być może to też jest jakiś ślad. W każdym razie mamy tutaj ewidentnie podpis żołnierza. Powiem szczerze, że ja wiele lat zbieram niemieckie oznaczenia, a pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Także takie małe oznaczonko, a tyle historii. Zobaczcie. Także tym odznaczeniem Obergefreitra, Gustawa, Gerarda czy może Gerda, Tiarta was na dzisiaj żegnam.